Река жизни Китайские дипломаты, одетые по протоколу в стенах Приморской государственной картины галереи, выглядели, если не чужеродно, то уж точно необычно. Местные обычно сами выглядят как авторы представленных работ, более неформально, однако эта выставка совсем о другом. Лейтматифрики жизни – дружба народов. Главная идея – показать мастерство китайских метров, способных творить не только в рамках своей культуры, но и в нетрадиционном для Поднебесной европейском стиле. Почти все экспонаты созданы в начале или середине 19 века, однако ранее никогда не бывали в Приморье. У нас немало на нашей площадке было выставочных проектов, связанных и с китайскими художественными музеями, с китайскими коллекционерами, с различными объединениями китайских художников. И всегда эти проекты и выставки вызывали неизменный интерес. Потому что, с одной стороны, такая наша региональная близость говорит о том, что вроде как мы так много знаем об этой великой культуре, о культуре этой большой страны с такими многовековыми традициями. Но каждый раз, когда мы открываем очередной выставочный проект, мы понимаем, насколько искусство этой страны многогрант. Самое интригующее, по мнению гостей и организаторов выставки, в том, что абсолютно все представленные работы здесь, по сути, копии, но очень высокотехнологичные. Генеральный консул уверял, что после копирования такой техникой отличить оригинал от репродукции не смог бы и сам автор. Поэтому вот эта выставка – это такой замечательный симбиоз, где мы можем увидеть и традиционную живопись, и современную. И, конечно, я от всей души благодарю Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Владивостоке и лично господина консула за такой замечательный проект. Выставка «Река жизни», кроме особенного наполнения и особенных гостей, может похвастаться и особым поводом. Выставку приурочили сразу к двум юбилеям. 70 лет назад образовалась Китайская Народная Республика. Тогда же пробились первые ростки дипломатических отношений между Поднебесной и тогда еще СССР. Экспозиция будет открыта до 25 августа. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова